Балабанов, занесенных в Красные книги Узбекистана и Международного союза охраны природы, рассказывает Гульмира Валиева. В каждом определенном регионе Узбекистана встречаются свои, зачастую уникальные представители фауны. К примеру, в Ташкентской области в горных и предгорных местах Тесоя обитают разнообразные, красивые и уникальные в своем роде птицы, в том числе и представители семейства соколиных. К сожалению, в наше время очень часто встречаются браконьеры, наносящие вред редким, занесенным в Красную книгу особи. Госкомитетом по охране природы Узбекистана совместно с Институтом генофонда растительного и животного мира Академии наук, а также Инспекцией госбиоконтроля организованы мероприятия по выпуску на свободу 19 птиц, отобранных у браконьеров. Они были переданы в Инспекцию госбиоконтроля, где была проведена тщательная проверка со стороны специалистов Института генофонда растительного и животного мира. Состояние птиц оценили как очень плохое. После долгого ухода и реабилитации состояние крылатых намного улучшилось. И сегодня они уже готовы покорять вершины самых высоких гор Узбекистана. Мы реабилитировали и отпустили в природу более 75 единиц птиц. Вы являетесь свидетелем того, что мы 19 птиц реабилитировали на протяжении 8 месяцев. Мы собираемся их возвращать в природу, чтобы они самостоятельно вели свой образ жизни. В ходе операции по спасению и выпуска птиц на свободу также учтены вопросы, связанные с питанием и дальнейшей адаптацией птиц в дикой природе. Надеемся, что выпущенные на волю крылатые хищники в скором времени найдут свое место под солнцем. Сегодня в рамках седьмого тура третья отборочная стадия к чемпионату мира по футболу.